Мы не знаем, кто были первые жители этого места. Место исключительно выгодное. Место в плане стратегического использования просто прекрасное. Мне трудно предположить, чтобы древние люди, которые были, может быть даже доевреи, я бы сказал, кнанцы, они были, кстати, чернокожие, не использовали это место. Но нет этому доказательств. Но если говорить про первых жителей этих мест, это сыны Кнаана. И так называется древняя земля Израиля, Кнаан, по имени народа, который здесь проживал. Приходят евреи, как мы читаем это в книге Йошуа, и земли эти достаются колену Бениамина. Мы знаем, что у Бениамина символ – это волк. И не случайно, эти места когда-то были все покрыты густыми лесами. Так подожди, а где мы находимся? Омона, Омона. Мы видим вот наш поселок Омона. Тут снова есть жизнь, снова молодежь здесь поселяется. Видим небольшую рощицу. Но когда-то было все здесь покрыто рощами. Буквально все. И в них таки водились дикие животные, включая волков. Вот один из смыслов эмблемы колене Бениамин. Проходит время, Давид строит государство. И Давиду нужна армия. И армия сильно профессиональная. Возможно, это был пост воинов Давида. Не знаю. Могу только предположить, но я знаю историю. Распад царства. Чая-то территория. А мы знаем, что колено Бениамина пошло за потомками Давида. Значит, получается, южное царство, иудейское. А вот чуть севернее, гора Хацор, уже Баль-Хацор. Это уже царство израильское. То есть северное, десяти колен. Разрушается первый храм. Евреи уходят в изгнание Вавилонска 70 лет. Возвращаются, во главе с Друбавелем, потомкам Давида. И строят некое подобие автономии религиозного. Главе стоит первосвященник. В конце концов, эта автономия перерастет в независимое царство. Мощное. Близкое к границам царства Давида. Царство Хасманеев. И вот тут уже я могу с уверенностью говорить, что мы видим здесь остатки присутствия этого времени. Конечно же, по способу обработки камней. Понятно, что это все вторичное использование, шему шмешни. Тем не менее, уже я могу наверняка говорить, кто здесь был и кто это был. Это были, скорее всего, гарнизоны одного из мощных царей хасманеевских или правителей, может быть, Иоанна Геркана, а может быть, самого Александра Яная. Это были наиболее мощные правители. Яная уже был царем. И они, конечно же, хотели, прежде всего, укрепление власти, укрепление своего государства. Одно вот из этих свидетельств.